Всем привет! С вами Эльпака и мы продолжаем свою рубрику интервью. Со мной сейчас в студии Тимур. И давайте начнем с первого традиционного вопроса. Тимур, как ты себя называешь и, собственно, что это означает? Ну, в общем-то, мой никнейм звучит как Драм Дилер. Собственно, на экране его видно. Это кроваво-красное пятно на экране, это Драм Дилер, друзья. Типа, парень, парень, смотри, есть биты. Да, да, вот, типа того, да, типа того. Окей, значит, ты пишешь биты. Именно так. Круто. Прям битмейкер, битмейкер. Скажи, ты работаешь один или работаешь в группе, или как у тебя вообще происходит? То есть, ну, твое сегодняшнее, скажем так, творческое состояние. Ну, в данный момент я не работаю в каком-либо коллективе, то есть, не участвую ни в каких группах. То есть, нахожусь в формате, так сказать, сольного существования. Но буквально в начале этого года я покинул музыкальный коллектив, в котором проработал порядка десяти лет. Прям проработал, прям проработал. Ну, в какие-то моменты, наверное, можно было назвать это работой. Ну, и если не секрет, что это за коллектив? Музыкальная группа, которая называется «Анакондос». «Анакондос», друзья, на секундочку, легендарная. Да, вот в начале 2020 года я, в общем-то, перестал быть ее участником. До этого момента находился внутри этой группы, занимался созданием битов, аранжировок, сведением композиций, альбомов некоторых. Ну, то есть, осуществлял такую... То есть, был штатным, типа, как звукарем, да? Нет, звукарем в меньшей степени, скорее, битмейкером и аранжировщиком. Окей, хорошо, потом ваши дороги разошлись, и сейчас ты делаешь биты, ты каким-то образом их реализуешь. Как у тебя еще все это происходит сейчас? Ну, смотри, я официально, так сказать, фактически в данное время нахожусь в формате творческих каникул. То есть, есть, как бы, ряд причин, почему так сейчас получается, но из хороших причин это то, что я в течение какого-то последнего времени начал собирать сетап, потому как я всегда работал в компьютере, то есть, in the box, что называется, используя какие-то MIDI-контроллеры, ну, постоянно, да, какие-то Korg, я помню, был у меня первый MIDI-контроллер, Korg была белая и черная модель, не помнишь, как они назывались? То есть, PadControl, кажется, вот. А, нано, как это? Не, не нано, именно просто Korg PadControl, да, самый такой базовый, простой контроллер, потом у меня был AKMPD32, там куча MIDI-клавиатур, тоже и с пэдами, и там, со всякими крутилками, но смысл в том, что я всегда работал в компьютере. То есть, как он у меня появился, там, лет в 15, персональный компьютер, потом это уже стал ноутбук, ноутбук на Windows, потом я перешел на MacBook, на Bliton, вот, и был таким чуваком, как бы, который всегда в ноутбуке, в компьютере, в софте работает и не выходил за пределы этого. Ну, то, что, во-первых, то есть, ну, нужны, так сказать, средства для того, чтобы, ну, собирать себе сетап, а во-вторых, это, ну, распыляет, что ли, твое внимание рассосредотачивает на разные, так сказать, элементы, когда у тебя все собрано на одном экране, ну, как-то более понятно и удобно. Но со временем мне как-то стало это скучно, то есть, я понимал, что есть... Повзрослево. Повзрослево. Да, есть аналоговые какие-то отдельные автономные железки, устройства. Ну, про KMPC, понятное дело, все слышали, кто занимался хип-хоп-битмейкингом, всегда, и на всяких там редких каких-то видосах в начале 2000-х, которые можно было через какой-то там низкоскоростной интернет достать. Можно было там найти какие-то раритетные видео, где там J.Dill работает на MPC 3000. J.Dill, друзья. Да, или там какой-нибудь Just Blaze, ну, более коммерческий представитель. Наверное, все эти ребята типа Premiere и Kaini, и потом у нас еще Scott Storch даже, да, вот эта копилка. Ну, да. Раз уж мы плавно перешли к, скажем, сетапу, расскажи, на чем ты сейчас делаешь музыку? Ну, так как я работаю дома, удобнее и эффективнее всего в домашнем сетапе сегодня, в 2020 году, это использовать компьютер, потому как это самый мощный, так сказать, инструмент в плане ресурсов, поэтому центром, по сути, моего сетапа является компьютер, это вот MacBook. И какая дома? Я работаю в Ableton. Ableton. Ableton, да, десятые версии. И при этом у тебя нет ни одного Push'а? У меня был Push, до недавнего времени, который я продал и приобрел себе Electron DigiTact. Хотелось какое-то маленькое устройство, которое способно, так сказать, дать мне возможность делать биты, ну, там, может быть, не совсем полноценные, но чтобы можно было сделать ударные, какой-то бас, какие-то сэмплы, чтобы это, в общем, было понятно. Собственно, его я какое-то время использовал в качестве основного инструмента, ну, то есть я изучал его, вот, но понял, что если в какой-то день я захочу взять его с собой куда-то на прогулку, на улицу, то мне будет маловато тех возможностей, которые мне нужны в нём. Вот. И поэтому со временем я решил приобрести себе АК МПС. Как раз, к счастью, в 2020 году вышел новый АК МПС One. Вот, друзья, очередной АК МПС, на этот раз Ванечка, как мы его нежно называем, МПС One, который тоже играет свою роль. Собственно, Digitact, ты его используешь стендалон или он тебе также подцеплён куда-то там какой-то VST-шки в компьютере? Смотри, сначала я использовал его как стендалон устройство, то есть я только на нём делал биты, и это на самом деле очень прикольно. Потом его можно подключить, у него очень широкие возможности в плане коммутации с компьютером. Есть софт, с помощью которого можно подорожечно записать одновременно все треки с него. А софт, собственно, VST или прям родной, типа как Dole, типа как у МПС родного софта? Нет, это софт в виде плагина, VST-плагин. VST-плагин, который позволяет мультидорожечную запись фигурировать. Да, он позволяет управлять Digitact с компьютера и плюс к этому позволяет производить подорожечную запись треков Digitact непосредственно в Dole. Видите, интересное решение, да, потому что очень многим хочется иметь мультидорожечную запись с того же синтезатора, но вот Digitact, видите, пошли в своём софте вот именно по этому пути и дали возможность сразу писать там, ну типа треккаут, да, получается, сразу ты пишешь с Digitact? В сущности, да. Более того, там есть отдельный трек для вывода эффектов. О как. Да. То есть можно отдельно записать эффекты. То есть типа AUX мы пишем вообще в отдельную дорожку, да? Да, и можно навесить эффектов, отдельно обработать дорожку с этими эффектами, которые накручены в Digit, вот, и, в общем-то, это удобно. Офигеть. То есть я сначала использовал его в качестве отдельного автономного устройства, потом я его подключил к Ableton, к компьютеру, и стал его использовать в качестве внешнего секвенсора для того, чтобы забивать какие-то секвенсоры. Так, ну а нет желания, в принципе-то, в стендалон уйти целиком, потому что есть MPC, есть Digitact, и кажется, что, собственно, как бы, а что еще нужно? Пара синтов, и у тебя, в принципе, комп уходит на задний план, нет? Так не пробовал? Именно для этого я и начал приобретать вот эти вот прекрасные железки, вот, и теперь у меня, допустим, есть возможность, отправившись куда-то, взять с собой, допустим, или MPC, или Digitact, и, собственно, музицировать только лишь на этих устройствах. Но по причине того, что я большую часть времени нахожусь и работаю дома, и у меня здесь всегда есть и там электричество, и интернет, и звук, и, в общем-то, все, что нужно, разумнее всего, использовать компьютер. Поэтому он сейчас и является, так сказать, центром моей студии. Ну, хрен его знает. Не, 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 я понимаю, что у всех свои, так сказать, предпочтения и вкусы, и я, на самом деле, Акайты покупал как раз для того, чтобы иметь возможность подключить к нему мониторы. Как там было в рекламе, step up to stand alone, да? Да, 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 но все же посчитал, что разумнее будет использовать MPC software, использовать... Ну, ты только начал общаться со мной. Контроллер мог, да. Сейчас я тебя совращу с твоего пути, я убею. Вот, тут на заднем плане еще один музыкант, самый главный. Если вы услышите мяу, это не Тимур, это вот он. Он уже спать ушел. Да, окей, да, мы, видимо, спальню на шкафу. Компьютер в плане MPC, ты пользуешься софтом MPC или опять сцепляешь его как в VST к Ableton и как бы там уже рулишь? Слушай, я просто немножечко уже утомился от Ableton, то есть уже я, получается, сижу на нем где-то с 7-ой или с 8-ой версии. Это какие годы получаются? 13-ой, 14-ой, где-то... Ну, понятно, 7-6 лет, понятно. Ну, где-то, да, так. И немножечко он приелся и захотелось, в общем-то, чего-то другого. И ты пересел на FruityLups. Нет. Ну, слава богу. Я, да, заимел окей MPC One и вот, кстати говоря, относительно недавно переустановил себе операционную систему на компьютер и теперь она позволяет накатить MPC Software, софт для MPC One, что, собственно, я и сделал. И теперь вместо Ableton я использую MPC Soft. О как, то есть ты предпочел Ableton в качестве DAO MPC Software. Да, то есть я поменял программную среду свою с Ableton на MPC Software. И Electron в этой среде также сейчас спокойно, его софт и его VST спокойно себя чувствуют, да, в этой среде? Да, но она мне сейчас не сильно нужна, в общем-то, из-за того, что есть MPC One и DigiTact я использую как внешний секвенсор. О как, для MPC? Да. То есть ты их скрестил? Да, они все дружат по MIDI, то есть они все соединяются по USB, который передает MIDI сигнал в обе стороны. Новая фишка, последняя 2.8 прошивки, собственно, тот самый мастер-пис, да, как это называется, студия. Центр-писточная студия. Окей, здорово. Что у тебя еще есть по железу? Я вижу тут очень интересные девайсы. Да, слушай, у меня достаточно минималистичный сетап, на самом деле, потому как я, ну, как я уже повторюсь, был всегда сторонником работы в компьютере и, в общем-то, никогда, ну, особо не нуждался в каких-то дополнительных железках. Но, понятное дело, что внешний аналоговый синтезатор, он, ну, чаще всего будет интереснее в работе. То есть будет гораздо интереснее ощущать какие-то тактильные чувства, накручивать звук. И, наконец-то, иметь возможность покрутить сразу котов и резонанс одновременно, да? Да, да, да. Вот, и поэтому для каждой задачи, которая, ну, передо мной всплывает в процессе работы, я, в общем-то, заимел какую-то железку, которая эту задачу закрывает. То есть, допустим, для создания басовых линий я использую Behringer модуль D. Окей. Это у нас аналог чего? Это у нас клон. Клон. Легендарнейший мини-мук модуль D. То есть, это уже такой культовый, по сути говоря, инструмент. Старик улей рулит. Да, то есть, короче говоря, я использую Behringer модуль D для создания басовых линий, для арпеджио, для всяких прорезных лидов. И он аналог, да? Такой честный, настоящий аналог, какой должен быть. Правильно я понимаю? Да, насколько я знаю, он состоит полностью из схемотехники и элементов, таких же, как были использованы в оригинальном мини-муге. Но, насколько я понимаю, производство, наверное, удешевлено. То есть, типа, честный, ну, понятно, оригинальный мини-муг производился много-много лет назад. Соответственно, его производство было дорого, потому что, да, это было дорого. Сейчас, к счастью, стало сильно дешевле, хотя мини-муг продолжает продавать свои девайсы за очень много денег. Но вот есть старик улей, который нам говорит, ребята, знаете. Который делает доступными нашими фантазией. То есть, двоякое отношение, да, с одной стороны, он, конечно, клонирует, ничего не изобретает. С другой стороны, вот, блин, у вас есть много денег, окей, хорошо, мух, хрант, мазер какой-нибудь или матриарх, и вы чемпион мира. Если у вас немного денег, но очень хочется сделать нормальную музыку, вот у вас Behringer, который дает вам эту возможность, в принципе. И, я так понимаю, по звуку они не шибко разнятся, да? Ну, я думаю, что там, как минимум, процентов 95, наверное, звук идентичен. Вот, я думаю, что даже искушенные люди в слепом тесте, вне микса, не всегда, наверное, заметят разницу. Ну, то есть, определяют, что есть что. Внутри микса, в готовой песне это совсем невозможно. Точно так же, с таким же успехом можно было бы использовать и софтовые синтезаторы. Какой-нибудь, например, Monarch от Native Instruments, который тоже... Тоже имитирует мук, по сути. Эмулирует, да, мини-мук, и тоже хорошо звучит, и в миксе вообще отлично себя проявляет. Но, опять же, это софт, крутить ручки и записывать аудиосигнал, звуковую карту, в общем-то, это немножечко такая более интересная история. Ну, я всегда говорил, когда вы пишете музыку на компьютере, это все-таки некая имитация, поскольку, если вы считаете себя музыкантом, то синтезатор, настоящий синтезатор, это музыкальный инструмент, а компьютер это все равно имитация. Как бы хорошо она не звучала, и это, видимо, внутреннее ощущение. Вот Тимур к этому пришел, я к этому в свое время пришел тоже, и, видимо, вам стоит тоже попробовать, если вы еще не пробовали, покрутить живые ручки синтезаторов, понять, как вы влияете на звук, а не в курсор вашей мышки. Окей, Model D и еще. Так, да, из синтезаторов у меня все очень скромно, Behringer Model D, и, то есть, как я сказал, для басов его использую в основном, и для клавиш, для пэдов я использую Core Mini-Log XD, это усовершенствованная версия синтезатора Core Mini-Log с дополнительным цифровым осциллятором, точнее, ну да, в общем-то, так и есть, цифровой движок Multi-Engine. То есть, у него, смотрите, у него два аналоговых осциллятора и плюс цифровой, то есть, мы их можем в миксе как бы манипулировать, можем все вместе запускать, можем, наверное, по отдельности, правильно я понимаю? Ну да, да, то есть, если VCO у аналогового осциллятора, у него там три стандартные волноформы, пила треугольный квадрат, то у Multi-Engine осциллятора, у него там гораздо больше вариаций цифровых волноформ, которые в конечном итоге в работе дают тебе, ну, позволяют, в общем-то, накрутить тембры, которые не характерны для чисто аналоговых синтезаторов. Вот, в общем-то, в этом я вижу фишку данного сета. А теперь, друзья, обратите внимание, у человека есть MPC, и дальше Electron, Model D, Minilog, и человек говорит, ну, у меня скромный домашний сетап. Нет, ну, синтезаторная тема, это же ведь такая история про коллекционирование частенько. Ну, скажи, вспомни группу Prodigy. Все первые альбомы группы Prodigy были записаны на чем? На синтезаторе, который называется Prodigy. Собственно, в честь него они, говорят, и назвались. Ну, это уже история. Да, это история, но как бы не можем уже исключить. Действительно, был такой синтезатор. До сих пор можно на Авито купить его, доходил. Кому очень интересно получить те же ZU'и, которые они использовали с Make My Bishop или, там, не знаю, в Diesel Power, это вот прям можете купить себе Prodigy, и у вас будет этот самый банк звуков классический, который использовал Кейт Флинт, Лерой и, собственно, прочие ребята из Prodigy. Помимо синтов, у тебя, я вижу, миди-клавиатура есть. Что это за мидиашка? Это достаточно, ну, простая самая бюджетная 4-октавная 49-клавишная миди-клавиатура. Master Case 49, это фирма Korn, по-моему, да. Ну, то есть обычная миди-клавиатура для... Какая фирма? Korn? Или Korn? Акорн. Акорн. Да. Я вот не слышал раньше такую фирму. Ну, я тоже особо не знаком с этой фирмой, но, в общем, увидел в магазине, купил. Ну, и как устраивает? Нормально? Ну, это самая простая миди-клавиатура, от неё ожидать, в общем-то, ничего не стоит. У неё самая, наверное, бюджетная механика для миди-клавиатуры. Она нужна просто для того, чтобы при работе в программной среде иметь возможность что-то наиграть, выбрать какие-то звуки и так далее. Аудиоинтерфейс вижу у тебя стоит. Что это за аудиоинтерфейс? Да, это звуковая карта, USB-аудиоинтерфейс, компания Audient. Это флагманская модель ID44. У неё четыре аналоговых входа, две стереопоры выходов. У неё классные аналоговые предусилители, которые используются в больших консолях, выпускаемые этой фирмой. Это, по-моему, английская, если я честно помню, не ошибаюсь, компания, которая выпускает как раз-таки... Известна тем, что выпускает большие аналоговые консоли, очень круто звучащие. И, собственно, предусилители оттуда она воткнула в некоторые свои модели, в том числе в эту. И она отлично работает, у неё очень хороший преобразователь, хороший звук. И я на ней остановился, и менять её не хочу вообще никак. То есть у тебя синтез заведена напрямую в аудиоинтерфейс? Да. Ты их так сэмплируешь, потом воспользоваться до, да? Да. А в MPC ты не сэмплируешь ничего, как я понимаю? Пока нет. И, наверное... Ну, то есть я ведь использую MPC вместе с MPC Software в контроллер-мод-режиме. А, ну ты в комп фигачишь, да? Да, и поэтому я всё пишу в комп и... Монитор. Да, аж целые Адомы, да? Да, у меня стоит Адомы F5. Насколько я знаю, эта модель сейчас уже не выпускается. Она была снята с производства в какой-то момент. Я, правда, не знаю, с чем это связано. Но у меня есть подозрение о том, что связано это с тем, что они сделали модель, которую стоило бы продавать дороже, чем тот ценник, который они выставили на неё. Потом её сняли с производства, и появились модели. Вместо неё, короче говоря, урезаны в своих возможностях. Чтобы не было недоумения, да, почему эта модель стала вдруг внезапно стоить дороже. Ну, это не точно. Я не знаю. Ну, понятно. Ну, где, почему нет? Мы живём в мире маркетинга. Собственно, надо поднять цену. А как? Вот выпустить чуть обновлённую модель. Модель производства. Как бы, да. Ну, или вариантов много. Окей. Адомы. А почему именно Адомы? Ведь хип-коп-продюсеры любят КРК, Рокета или Ямахи какие-нибудь. Ну, я сколько слушал КРК, что-то я не очень впечатлился их звуком. Мне почему-то показалось каким-то таким немножечко подмыленным, может быть, не знаю. Ну, в этом смысле Адомы более имеют детальное звучание. Плюс к этому у них твиттер, я не помню, как он называется. Твиттер. Ленточный. Ленточный твиттер, да. Он обладает более резким звуком в области высоких частот. А я очень люблю верхастый яркий звук. И я не устаю при длительной работе на ленточных твиттерах. Хотя грешат очень часто на них, что это утомляет. Я знаю одного человека, который настолько фанат Адомов, что мне кажется, у него и перебывали до сих пор в коллекции практически вся и не к Адамов. Не только там мониторная, но и хай-файная, и все прочее. Собственно, Адомы, да, это тоже религия, друзья. Адомы это тоже религия, своеобразная. Музыка – это твоя основная профессия? Или у тебя есть другая профессия, которую ты срабатываешь на жизни, музыка – вот только хобби? Ну, смотри, получается, что, не знаю, может быть, лет семь. Как я не занимаюсь ничем, кроме музыки. Последние лет семь – это то, что меня кормило и то, что являлось, по сути говоря, моей профессией. Сейчас я нахожусь в формате некого творческого такого отпуска. Но, тем не менее, по сути говоря, это остается основной, единственной моей деятельностью. Поэтому я не замешан еще где-то в каких-то других работах. Так, ну а планируешь, допустим, не знаю, продавать биты? У меня очень много планов. В этих цифровых площадках таких сейчас уже много. Да-да-да, у меня очень много планов. Ну, более того, у меня есть аккаунты на различных, так сказать, площадках по продаже битов. Ну, например, BitStars, это еще русская какая-то площадка, как она называется. BitMaker FM. Я что-то помню. BitMaker FM – это же не площадка никак… или это площадка как-то называется, да? Нет, BitMaker FM. Ой, не BitMaker FM, а BitMaker TV. Да. Вот, да, это аналог, российский аналог BitStars, да, немножечко, сколько я понимаю, проще. Ну, Вова, да, Вова там рулит, который BitMaker FM. Это его, да, проект? Ну, насколько я понимаю, да, это все связано с ним. То есть там тоже, да? Ну, ты пробовал выставляться, какие-то продажи есть или ты пока только планируешь? Ну, смотри, вот в тот момент, когда я, так сказать, активно пребывал в музыкальном коллективе, я уже, так сказать, закидывал удочки и пробовал реализовывать музыку и через эти площадки, и по каким-то другим каналам, которыми я иногда пользовался. Вот, и все это работает, и с этим мы связаны, по сути говоря, мои дальнейшие планы, ближайшие совершенно, на ближайшее будущее. То есть использовать, по сути говоря, все возможности делать, наделать кучу классных битов. У меня есть куча классных идей. То есть ты хочешь быть именно вот таким BitMaker, то есть не групповым, скажем так, а вот именно BitMaker, который просто подает битэй, батарелизинг какой-нибудь? Ну, больше дач у меня, да, скорее всего, я бы уже, наверное, вряд ли работал бы в группе, но хотя, если это показалось бы мне чем-то интересным и что-то для себя я бы там новое увидел, то, может быть, я бы и... Ну, понятно, в качестве одного из проектов. Да. Ну, собственно, вот, друзья, видите, там, то, к чему я, скажем, только стремлюсь, вот у человека уже в жизни происходит, происходило, и, похоже, что будет происходить, это, на самом деле, ну, для меня это уважение и респект, как бы, бах, это круто, чувак. Реально круто, ну, потому что это для многих людей именно это является целью, собственно, стать музыкантом. Тоже такой вопрос, довольно-таки важно, в каких стилях ты работаешь? Ну, собственно, начинал я с хип-хопа такого классического формата, с сэмплами, с панка, там, и всеми такими вещами. Сэмплировал с винилой или просто где-то брал? Нет, с винилой я не сэмплировал никогда, потому что, наверное, родись я лет на 10 раньше, то я бы сэмплировал сменил, а так я качал всякие флаки с рутрекера и оттуда нарезал какие-то сэмплы. Ну, флаки с рутрекера, в принципе, с качественно сэмплировал те же сэмплы. Ну, по сути говоря, да. Наверное, это нормальный путь, джидаем. Ну и дальше сейчас что-то делать? Слушай, в какой-то момент, кстати, в нашу жизнь ворвался так называемый трэп. Ну и тоже, в общем-то, стало интересно как-то подосвоить и такой формат. И сейчас в каком примерно стиле ты этим делаешь? Слушай, сейчас я, знаешь, говорят, музыка движется по спирали. Я сейчас как-то обратно вернулся к классическим битам, потому что вообще соскучился по ним. Они меня в какое-то время вообще надоели. То есть я уже переслушал эту музыку, и мне было, в общем-то, сложно найти в ней что-то, что меня... Чего у тебя еще с ней не было, да? Да, что меня бы одушевляло в ней. Но соскучившись по ней, я, собственно, к ней обратно вернулся. Знаешь что, давай вот такие вопросики. Они такие достаточно интересные, достаточно провокационные. Твой, взять твою творческую жизнь, твой самый большой достижение, самый большой успех. Ну, ты знаешь, из всего того, что со мной происходило, мне сложно что-то из этого назвать большим достижением. Ну, не знаю, может быть, я, когда у меня было лет 15, я там слушал группу касты, и мне хотелось делать биты в музыкальной группе. Ну, и, в общем-то, так и получилось. И даже какое-то длительное время все это... Ну, 10 лет это и плохо, друзья. Происходило, да. Реально. Надо сказать, что это как бы нифига не мало. Я тебе скажу, ну, ты читай, сколько тебе сейчас там, около 30-ти, это вот треть жизни, треть жизни, и занимался, собственно, тем, что битмейкер в группе. Нет, это круто, но, может быть, я говорю о каком-то, не знаю, о каком-то вот таком единичном всплеске, не знаю, ну, то есть вот прям, вот, прям, вот, момент, когда ты вот прям гордился собой максимально. Ну, смотри, был такой маленький... То есть ты говорил про большие достижения, но это скорее какой-то маленький повод гордиться. Я помню, засылал свои биты с Мокки Мо, который является одним из моих, так сказать, хип-хоп, отечественных хип-хоп-кумиров юношества. Вот. Как и моим тоже, вот, это, да, это... Да, то есть я показал ему пачку битов, он сказал, что это чисто его вайп, что как бы очень согрело мою душу, и в целом был очень положительный отзыв. Сделал что-нибудь, нет? Ну, я отправил какие-то работы, и там какие-то единичные работы он даже выделил, попросил прислать, но пока еще ничего не так и не получилось, но... Понятно, возможно, вполне. Слушай, ну, это круто, вот, честно. Я бы хотел поработать в том числе с Сашей, с Мокки Мо, потому что, ну, блин, я во многом, мой музыкальный вкус сформировался, в том числе и с Планеты 46, и со времен, там, Крэка, песенки про Германа и Патрика, и вот вся эта история, собственно, оттуда, да. Ну, так, так, по рамосикам с этим вопросом, это вопрос, самый большой фейл. Ну, это, мне кажется, сложнее гораздо вопрос. Фейл. Ну, да, был момент, там, может быть, в лайве, может быть, где-то еще, типа, провал, не знаю, музыкальный произошел. Ну, слушай, я помню на фестивале Сникерс в Урбании в 2000-е каком-то там... Да-да-да, классная была тусовка. На Вденхаду, да, была, по-моему, она, сколько я помню? Она проходила, насколько я помню, в разных городах России и шла там в Верениц, и вот это весь, все это движение. Та урбании, в которой участвовал я, вместе как раз с музыкальной группой, она проходила в городе Волгоград, это было в 2000... Ой, я не помню, какой это был год, может быть, 10-е, 11-е, 12-е, вот где-то вот какие-то такие года. Ну, не знаю, был там очень такой стрессовый момент, когда мы у нас было... То есть мы вышли выступать, то есть уже было три группы, одна из которых, собственно, выиграет эту урбанию, и мы только начали выступать, и подложка, которая играет у меня с сэмплера, она, короче, ну, рассинхронизировалась, то есть барабанщик включил себе метроном, не тот, который соответствовал этому треку, то есть у него играл BPM, у него играл, короче, BPM, ну, метроном с BPM другим, другого трека, а заранее заготовленные подложки в моем сэмплере были определенного, нужного BPM, и, короче говоря, все это рассинхронизировалось прям во время живого выступления, и я видел просто адовый вообще взгляд барабанщика, который выкинул... Не понимал, что происходит. Да, он выкинул, высунул наушники из... ну, из ушей, с метрономом, и, короче говоря, слушая подложку из монитора, пытался в нее попадать, короче, это было максимально вообще убого, и... Ну, вот он, всплыл фейл. Ну, выкрутились. Да, но это был... Это скорее какая-то техническая такая... неурядица в лайве, то есть я, ну, не считаю это каким-то таким фейлом. Ну, короче, не повезло. Ну, слушай, ну, тоже интересная история. Заставила, наверное, понервничать. Итак, друзья, ну и как бы финальный вопрос. Традиционно, на самом деле, ты частично на нее уже ответил, но все-таки твои планы вот на ближайшее будущее. Слушай, ну, до конца, так сказать, освоить ту экосистему, на которую я относительно недавно перешел, чтобы, так сказать, интуитивно в этом сетапе работать и делать какие-то вещи. И используя это, сделать... Ну, делать кучу интересной музыки, биты. У меня уже копится интересный, достаточно материал, который я хотел делать в последнее время, когда с меня дорвались руки. То есть этот процесс, касаемо планов на будущее, он уже, ну, в общем, начал, так сказать, потихоньку как-то реализовываться. Поэтому в планах сделать, ну, кучу классной музыки, сконнектиться с классными чуваками, может быть, сделать какие-то прикольные треки, наснимать видосов, ну и все такое. Лайвы, быть может, даже какие-то. Ну, вот, очень круто. То есть изучить то, что ты купил и применять это по максимуму. Офигенно. Ну, что ж, друзья, на этом мы этот выпуск закончим, но в следующем выпуске мы с вами будем делать музыку вместе с Тимуром на его оборудование. Обязательно посмотрите, будет просто максимально интересно. Мы заставим звучать электрон вместе с MPC, заставим звучать синтезаторы, вы все это сможете послушать и, собственно говоря, оценить уровень Тимура. А пока до новых встреч. С вами был Эль Пака и Тимур Драм Диля. Субтитры сделал DimaTorzok